Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. Мы расскажем о самых важных событиях вторника. Сегодня в выпуске. Транспортная стратегия. На ближайшие 15 лет в Архангельске сегодня встретились министры транспорта Совета Баренцева и Евроарктического региона. С иностранными моряками танцевали и смотрели кино. Единственный интерклуб сохранился в Северодвинске. Военной истории расскажет новая книга «Любовь по ленд-лизу». В Карелии обнаружены останки нашего земляка. Северодвинские поисковики разыскивают родственников красноармейца. Найти преступника по запаху и задержать в считанные секунды. Это могут только служебные собаки. Сегодня профессиональный праздник у кинологов. Отмечали в рабочей обстановке. В Архангельске прошло первенство регионального УФСИН. Северодвинцы болели у экрана ЦУМа и на стадионе в Тулузе. Как северодвинцы реагировали на поражение российской сборной, мы дозвонились до Франции. Столица Поморья сегодня принимает высоких гостей. Делегации Норвегии, Финляндии и Швеции приехали на совет Баренцева и Евроарктического регионов. Возглавляет саммит министр транспорта России Максим Соколов. О стыковке российской системы безопасности ГЛОНАСС с европейской ИКОЛ, а также о реализации крупных инфраструктурных проектов в северных регионах Валентина Приходько подробнее. Безопасность прежде всего. Стыковать российскую и европейскую системы реагирования при авариях предложил на совете Баренцева и Евроарктического регионов Максим Соколов. Слова министра транспорта России, это необходимо для новых международных маршрутов. Автомобильного от России к Скандинавии, а также железнодорожного Белкомура и Северного морского пути. Мы завершаем создание такой портовой инфраструктуры в Сабете, в поселке Сабета, на полуострове Ямал, где в следующем году уже будет готов завод по сжижению газа. И это увеличит объем перевалки по трассе Северного морского пути сразу на 17-18 миллионов тонн. На саммите обсудили круизные маршруты. Все символично, что первый лайнер с туристами Скандинавии зашел в порт Архангельска именно сегодня. Губернатор региона Игорь Орлов предложил создать также удобное воздушное сообщение «Восток-Запад». Прежде всего, это восстановление авиасообщения в рамках Баринс региона. И мы сделали много для того, чтобы сюда, к Архангельску, стянуть потоки и Петербурга, и Коми, и наших территорий. И дать, соответственно, вот этот необходимый транспортный поток в сторону маршрута Мурманск-Тромся. Но прежде чем запускать новые авиамаршруты, Максим Соколов предложил просчитать их экономическую выгоду. Рассмотрели и важные инфраструктурные проекты транспортной стратегии до 2030 года. Все идеи отразили в итоговой декларации. Она даст возможность наметить конкретные действия. Малентина Приходько, Вестник Сверодвинска. Отдохнуть, подлечиться и заработать. Такую возможность предоставляют северодвинским детям пришкольные лагеря. Как организована их работа, проверил мэр города Корабелов. Михаил Гмырин побывал в трудовом лагере при школе номер 16 и лагере санаторного типа для детей с нарушением зрения в 19-й. Анна Бибикова продолжит тему. Смотрите, они втроё работают, да? Подростков у 16-й школы мэр Михаил Гмырин застаёт с кистями в руках. Они красят забор. Сырость и всякие там жучки, паучки. Всё обработано. Нормально всё, всё хорошо. У нас лагеря все обработаны. Никаких тут клещей, ничего нет. Трудятся ребята по два часа в день. За смену могут заработать около 4 тысяч рублей. Деньги на зарплату школьникам выделяют городской бюджет и центр занятости населения. Специалисты отмечают, желающих отдохнуть, а заодно и заработать с каждым годом всё больше. К примеру, этим летом в 16-й школе взяли 86 подростков. Оформление согласно Трудовому кодексу, но тех, кому ещё не исполнилось 14, в этот лагерь не возьмут. Красят забор, разбирают землю, удобряют цветы. Цветы, клуб, это самое, там работают с той стороны. На школах, на третьей школе работаем, на второй школе работаем, целыми отрядами, на шестой школе. А ещё трудятся у городских озёр, у детской поликлиники, на площадях. Те, кто занимается благоустройством у дворца молодёжи строитель, совмещают полезное с приятным. Можно бесплатно посмотреть кино. Мэра интересовала и качество питания подростков. Вот я вам скажу, по моему мнению, с чем я разбиралась, что много хлеба очень дают. Посмотрите, с кашей чёрный хлеб, два пуска и белый. Если его действительно много, так надо уменьшать тогда. Зачем? Вот мы над этим теперь и работаем. Повара 19-й школы Северодвинска хлеб превращают в сухарики, которые любят грызть дети. Чем ещё занимаетесь, кроме как мяч пинаете? Когда нет, обычно мы ходим на физиопроцедуры, читаем в очках. Самое основное. Зрение улучшаем, чтобы не падало. Ну, а в столовой как, нравится вам? Да. В 19-й школе лагерь санаторного типа ребятам с нарушениями зрения проводят оздоровительные процедуры. Сегодня здесь отдыхает 124 человека, а всего за лето в пришкольных лагерях Северодвинска отдохнут 900 детей. Мы в этом году открыли дополнительную площадку здесь, на острове Ягров, в пятой школе. Думаю, что в следующем году увеличим количество детей, которые будут в лагере труда и отдыха, потому что тоже очень востребована форма такая оказалась. Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник Северодвинска. Михаил Гмырин ответит на вопросы горожан в эфире телеканала ГТРК. Традиционно наша открытая камера будет работать в эту пятницу, 24 июня, у универмага «Радуга» с 12 до 13 часов. Ответы главы города прозвучат в программе, а это актуально. Взрывы завтра будут раздаваться в районе острова Кумбыш. 22 июня там пройдут военные учения. Начнутся учения в 8 утра и продлятся до 19 часов вечера. Посещение острова в этот промежуток времени запрещено. По сообщению командира войсковой части 95-160, личный состав будет отрабатывать мероприятие боевой подготовки с применением средств взрывания. Северодвинские поисковики разыскивают родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. В Карелии обнаружили медальон нашего земляка. После расшифровки выяснили, это Архангел Огородец. Помимо медальона, поисковики обнаружили котелок и ложку. Они принадлежат Архангел Огородцу Маркову Николаю Гавриловичу. В медальоне указан адрес – Архангельск, улица Володарского, 55, квартира 2. Красноармеец погиб в 1942 году в Кистингской операции. Родным сказали – пропал без вести. За экспедицию было найдено 14 бойцов Красной Армии. Значит, найдено 7 медальонов. Четыре из них прочитали. Вот один из них как раз от Архангел Огородец. Также было обнаружено 9 именных вещей. То есть, часть из них, в принципе, тоже уже известно, кто это. По остальным сейчас ведется работа. В июле северодвинские поисковики вновь отправятся в Карелию. По их данным, в Кистингской операции погибли 11 тысяч воинов. Многие до сих пор не найдены. А родным Николаем Маркова просят обратиться по телефону, указанному на экране. Собрать подписи против агрессивной политики блока НАТО намерен городской комитет КПРФ. Пикетирование «Красная палатка» одновременно состоится в двух точках города. Северодвинцев приглашают в сквер ветеранов к вечному огню. Ягринцы свою подпись могут поставить на площади имени Просянкина. В «Красной палатке» горожан ждут 22 июня с 16 до 19 часов. Теперь о событиях культуры в нашей рубрике «Слово Марине Хохловой». Здравствуйте! Каникулы в движении. Более 20 северодвинских школьников провели смену в бесплатном танцевальном лагере «Полигон». На протяжении недели дети встречались на базе молодежного центра. Мы побывали на закрытии танцевальной смены. Сделать шаг навстречу танцу смогли более 20 школьников от 10 до 18 лет. На протяжении пяти дней в лагере «Полигон» ребята осваивали азы актерского мастерства, учились танцевать хаос, вок, хип-хоп, брейк-данс. Ближе по духу брейк-данс и 13-летней Ксении Корликовой. В лагере она уже второй год. Больше стиль я люблю брейк-данс. Я уже не первый раз занимаюсь. И такие яркие эмоции. Тебе хочется все танцевать и танцевать, и просто не остановиться. Тебя качает. Раскачивают ребят воспитанники танцевальной группы «Найтинайн Праблинс». Они же организовали бесплатный лагерь на базе молодежного центра. Благодаря муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» появилась возможность приглашать гостей разных уровней. У нас каждый день гости из Северодвинска, также из Аркангельска приезжали к нам. Но вот вчера, допустим, к нам приезжала гимнастка. Она также занимается сейчас уличными направлениями, брейк-дансом. И она вот показывала, давала мастер-класс по брейк-дансу. Гостем этой встречи стал Данил Семенов, победитель региональных конкурсов по хип-хопу. Он обучает ребят нюансам этого танцевального стиля. Это и электрик буги, и поппинг, и тут же хип-хоп, и крамп, и много разных. Тут целый букет направлений. Все это как бы ознаменовано таким общим названием хип-хоп. Сейчас дети стали более образованными, сейчас в интернете можно найти много разной информации, полезной. И дети пользуются этим, находят характер. И это очень важно, чтобы в танцах был характер. И индивидуальное такое отношение к своему делу, потому что ребенок делает, танцует. Ну, это очень приятно. Для этих ребят танцевальная смена и в рамках лагеря завершена. Но полигон дал им больше, чем знания хореографии, новых друзей и стимул танцевать еще лучше. Четыре часа утра 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. Всех желающих приглашают к Вечному огню почтить память тех, кто в этот день начал борьбу с нацизмом. В Северодвинске акция пройдет восьмой раз. К Вечному огню жители приглашают к тюрем сорока. Там прозвучат песни военных лет. В почетный караул встанут участники военно-исторических клубов «Северная двина» и «Знамя Севера». Акция «Свеча памяти» стартует с 4 часа утра. Днем мероприятие продолжится. Так, в 11.15 траурный митинг и возложение цветов на воинском мемориале острова Ягры. С 11.30 до 13.30 у Вечного огня в почетном карауле будут сменять друг друга курсанты детского морского центра «Североморец» и воспитанники военно-патриотических клубов. В 13.00 и в 14.00 часов в городском краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по залу город Молотовск в годы Великой Отечественной войны. В 18.00 в молодежном центре покажут фильм «Брестская крепость». Таким был культурный Северодвинск сегодня. Увидимся завтра. Сегодня самый длинный день в году. Кроме того, летнее солнцестояние совпало с полнолунием. Этой ночью жители северного полушария смогли полюбоваться так называемой клубничной луной. Это редкое астрономическое явление. В последний раз его наблюдали на Земле в 1967 году, а в следующий раз оно ожидается через 46 лет. Удивит ли нас погода, расскажет Ольга Савинова. Здравствуйте. Наконец остановилось по-северному курортное лето. О погоде в среду после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Ударили пожилого фармацевта и забрали дневную выручку. Северодвинцы ограбили аптечный пункт на Яграх. Найти преступника по запаху и задержать в считанные секунды это могут только служебные собаки. Сегодня профессиональный праздник у кинологов. Отмечали в рабочей обстановке. В Архангельске прошло первенство регионального УФСИН. Северодвинцы болели у крана ЦУМа и на стадионе в Тулузе. Как северодвинцы реагировали на поражение российской сборной? Мы дозвонились до Франции. О метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – сеть клиник «Эстетика Плюс». Добро пожаловать в будущее современной стоматологии. Установка коронки винир на зуб за одно посещение. Высокопрочная реставрация зубов. Электронный подбор цвета вкладки и коронки. Индивидуальное высокоточное моделирование. Медицина будущего – уже реальность. В среду 22 июня по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается ночью 17, днем 21 градус тепла. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать и к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. Облачная, небольшой дождь. В народном календаре 22 июня – Кириллин день. На Руси считалось, что со дня летнего солнцестояния лето вступало в свой расцвет. Начинала поспевать земляника, на участках высаживали позднюю рассаду, а комариное племя с этого дня шло на убыль. В народе говорили – убьешь комара, когда день прибывает, полная сита комаров родится. Убьешь его, когда день убивать начнет, полная сита комаров убита. Спонсор небесной канцелярии – Эстетика Плюс. Весь комплекс услуг по взрослой и детской стоматологии и весь спектр услуг по косметологии. Будьте здоровыми и красивыми сетью клиник Эстетика Плюс. На этом все. До свидания. Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более тысячи видов лабораторных исследований, все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная 34, телефон 500-411. Старый холодильник шумит, а кухонная плита пахнет газом? Магазин «Теплый дом» поможет вам в выборе новой бытовой техники. Традиционный ассортимент газового оборудования, приборов учета газа и воды. А теперь еще и недорогая кухонная мебель. Беспроцентная рассрочка платежа, доставка и скидка пенсионерам. Новый магазин «Теплый дом». Науридского, 47, корпус 1. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Игорь Орлов дал конкретное поручение по итогам Петербургского международного экономического форума. Поморье на нем представляла большая делегация во главе с губернатором. В максимально короткие сроки в 149 малых населенных пунктов Архангельской области проведут оптоволоконный кабель. Это позволит обеспечить высокоскоростной доступ в интернет. Трехстороннее соглашение заключено между правительством региона области, Министерством связи, РФ и Ростелекомом. Еще одно поручение – подготовить план создания в Поморье рыбной биржи. Впервые, по-моему, в истории Архангельской области с петровских времен нам представлена площадка для развития на территории Санкт-Петербурга, одной из столиц России. Подписано соглашение в рамках этого форума по созданию совместно с правительством Санкт-Петербурга рыбной биржи. И, наконец, глава региона поручил Министерствам транспорта и экономического развития уделить большое внимание соглашению с оборонлогистикой. Профессиональный праздник сегодня у кинологов. Первый собачий питомник в полиции был создан в Петербурге 110 лет назад. Кинологи Архангельской области отметили этот день вместе со своими младшими напарниками. Организовали ежегодное первенство регионального УФСИН. Служебные собаки искали наркотики, ловили преступников и проходили полосу препятствия. Репортаж Валентина Приходько. Пятилетний немец Алекс четко и без колебаний проходит полосу препятствий, хотя трасса для него незнакомая. Питомец его кинолог из Котласа. Тренируется дважды в неделю. На первенстве УФСИН Алекс показал лучший результат на полосе 28 секунд. Хорошо работает. Нету замечаний к нему. Выполняет команды четко. Спокойный. Излишней команде никуда не двинется. Задержать преступника на месте, найти его последую запаху в чистом поле. Ровно то, с чем патрульно-розыскные собаки сталкиваются на службе. На конкурсе, как и в работе, нет права на ошибку. Маршрут прокладывает преступник. Собака не должна сбиться со следа. Основная задача пресечения побегов осужденных из-под охраны. Не дать уйти, задержать при необходимости. Основная задача. Ну и, соответственно, не забываем о специальных. Ищем наркотики. Не допускаем проникновения запрещенных веществ на территории учреждения. Найти запрещенные вещества в машине, помещении и в багаже предстояло собакам наркорозыскного профиля. Лучшей в этом деле оказалась немецкая овчарка Уэлси из поселка Данилово Холмогорского района. Среди патрульно-розыскных собак золота взял быстрый и послушный Алекс. Кстати, команда из Котласа по сумме результатов получила первое командное место и кубок чемпиона первенства УФСИН. Серебро у Вельска, а бронза у Плесецкого района. Малитина Приходько, Вестник, Северодвинска. С утечкой Аргона на железнодорожной станции Северодвинск 4 часа боролись спасатели и специалисты Севмаша. Цистерна прибыла ночью 17 июня. Как заявили в пресс-службе Севмаша, вероятно, во время транспортировки сломался запорный вентиль. Авария полностью локализована. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Пришли в аптеку не за лекарствами, а за деньгами. Накануне в Северодвинске ограбили аптеку на Октябрьской 3. Преступление совершили днем. Перепрыгнул через прилавок. Ударил пожилого работника аптеки, после чего похитил кассовую ящу с деньгами. С места преступления скрылся. В совершении данного преступления подозревается двое молодых людей. Скорее всего, это жители острова Ягра. Не исключаю, что проживали где-то в том же районе. Злоумышленники похитили 15 тысяч рублей. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Северодвинцев, обнаруживших кассовый ящик, просьба позвонить по телефону, указанным на экране. Еще одно лейерное ограждение в Северодвинске снес пьяный водитель. К счастью, кроме железной конструкции, в ДТП никто не пострадал. Авария произошла накануне в полпятого утра около Архангельского шоссе 59. И на Маркей управлял 20-летний молодой человек. Водитель 96-го года рождения, управляя автомашиной «Шкода Фабия», не имея водительского удостоверения, в алкогольном опьянении допустил наезд на лейерное ограждение, чем создал угрозу безопасности дорожного движения. По предварительным данным, у водителя поверхностная травма головы и сотрясение головного мозга. А в этом ДТП пострадал уже пешеход. В Архангельске женщина переходит дорогу в неположенном месте. Первый транспорт ее пропускает, и она начинает прибегать улицу. Но в левой полосе движется автомобиль, который не замечает пешехода и сбивает. К счастью, женщина остается жива. О том, как молотовчанки танцевали и смотрели фильмы с иностранными моряками. Истории, как проходили встречи в интерклубах, журналист Ольга Голубцова собирает более 20 лет. Сейчас готовится к публикации четвертая книга «Любовь по ленд-лизу». Для издания всех экземпляров требуются деньги. Сегодня автор провела экскурсию в единственное сохранившееся здание интерклуба. Женечка, посмотрите, это пакет, который сохранился с тех еще времен. Именно этот холл в здании на Республиканской встречал иностранных моряков союзных полярных конвоев. Здесь сохранилась и вешалка для одежды военных лет. Сегодня экскурсию по интерклубу провела автор книги «Любовь по ленд-лизу» Ольга Голубцова. Писатель готовит к выходу уже четвертое издание. Сейчас необходимы средства на публикацию. Основной сюжет разворачивается в интерклубе. Таких было три – в Архангельске, Мурманске и в Молотовске. Вы посмотрите, какие здесь сохранились леплины. Это же еще не принес в войну. В этом зале в годы войны смотрели кинофильмы. Например, «Серенаду солнечной долины» из воспоминаний первого библиотекаря города Лидии Черняевой. На первом этаже в зале показывали фильмы. Союзники курили прямо там. У нас так было не принято, и мы удивлялись, но никто не хамил. Здесь моряки играли в бильярд. В интерклубе танцевали с молотовчанками. По словам автора, молодым девушкам поручали ходить на танцы при любых обстоятельствах по комсомольской линии. Затем девушки писали отчет, что происходило в стенах интерклуба. После войны многих арестовали и отправили в ГУЛАГ за дружбу с иностранцами. Девушке Лене было предъявлено обвинение в том, что она выдала место расположения кинотеатра «Мир», педагогического института. То есть она ходила по городу и показывала, а вот здесь у нас набережная, а вот здесь у нас это. А оказывается, об этом нельзя было говорить. Лену отправили в ГУЛАГ на 10 лет. Здание, где находился интерклуб, построено в 1938 году. Иностранные моряки отдыхали с 42-го. После войны оно вновь перешло к клубу строителей. С 97-го в здании располагается и Евангельская церковь. Значимость этого здания для нашего города, да и для всех городов северо-запада России, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, с караванами судов, с конвоями, очень действительно это здание значимо, потому что единственное здание интерклуба, которое сохранилось. Четвертую книгу «Любовь по Ленд-Лизу» планируют издать к 75-летию прихода в Порт-Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Тысячу экземпляров на русском языке и 300 на английском. Евгения Карельна, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Заканчиваешь 11-й глаз, добро пожаловать на территорию знаний. Северодвинский филиал САФУ. Бесплатное обучение по инженерным и социально-гуманитарным профессиям. Магистровые программы, высокие стипендии, общежития для иногородних, бесплатные стажировки и обучение за рубежом. Достойное трудоустройство. Учеба в САФУ. Твой пропуск в будущее. Телефон приемной комиссии 53 95 79. Телеканал ГТРК предлагает вам поучаствовать в проекте «Предложи свою новость». Все, что требуется от вас. Стать свидетелем интересного происшествия, снять его на камеру и прислать нам. Лучшие материалы попадут в эфир нашего телеканала. Электронный адрес вы видите на экране. И о спорте. Красные драконы превратили в пепел русских медведей. Футбольная сборная Уэльса разгромила 3-0 российскую команду и вышла в стадию плей-офф с первого места. Как болели северодвинские любители самой популярной в мире игры, расскажет Константин Мухин. Свой стендап я не зря решил записать на крыльце театра драмы в пару сотнях метрах отсюда. Северодвинские болельщики посылают свой положительный заряд во Францию. Там, в Тулузии, проходит настоящий футбольный спектакль с участием сборных России Уэльса. Поражения и даже ничья станут трагическим финалом выступления на Евро-2016. С каким настроением отправится страна на работу, мы узнаем через 90 минут. После спасения на последних минутах с Англией и поражения от Словакии, российская сборная загнала себя в угол. Перед матчем с Уэльсом букмекеры ставили нашу команду выше оппонентов. А футбольные эксперты сходились во мнении, что наша сборная покажет яркий футбол и первая откроет счет. Все оказалось иначе. Уже на 11-й минуте Аарон Рэмзи забивает гол, а на 20-й Нил Тейлор делает счет 2-0. После такого начала настроение болельщиков напоминало унылое зрелище. Любимый город может спать спокойно. У ЦУМа гробовая тишина. А вот так сходили с ума валийские фанаты в Тулузе еще перед матчем. Что же они вытворяли после, остается только догадываться. А с трибун стадиона Муниципали все 90 минут лились песни у эльских болельщиков. Парни, как вам матч-то? Дерьмово, очень дерьмово. Плохо играем. За счет чего все-таки можем выиграть? Нет, не можем. Сейчас ваше двушку закатит и все. То есть веры никакой? Нет, сначала евро не было. Ребят, как вам вот такие прямые транскляции на большом экране? Это здорово, это хорошо и какие плюсы и минусы этого? Нет, это круто. Хотелось бы, чтобы показывали, да, хотелось бы, чтобы показали полуфинал и финал. Россия вылетит, вряд ли покажут. Вытащим все-таки с 0-2 так. Будем надеяться на победу, мы для этого здесь. Мое личное мнение, нужно обновлять состав, более молодых ставить игроков и, наверное, все получится. Во втором тайме настроение северодвинских болельщиков превратилось в полное равнодушие от происходящего на экране. Бейл по-прежнему обгонял наших футболистов как стоячих, Ремзи возил их в центре поля. А на 67-й минуте самый дорогой игрок Евро забил еще один гол и парковка стала заметно редеть. Замены Слуцкого оказались как мертвому припарка. 0-3 и футболисты сборной России едут по отпускам. На самом деле сейчас очень стыдно смотреть на нашу сборную команду. Это общая такая ошибка? Это наш уровень? Либо все-таки в России где-то есть футболисты, которых там Слуцкий не позвал, допустим? Я могу сказать честно, что у нас из сборной, с которой сейчас играла, ни один человек не дотягивает до уровня Евро. Жалко народу, что они пришли и вот такой результат получили от команды. Это чуть-чуть обидно, но то, что организаторы сделали, это очень круто. Они молодцы им за это. Спасибо огромное. Через два года Россия принимает мировой чемпионат по футболу. А с ним у болельщиков вновь начнутся переживания и надежда на достойную игру наших футболистов. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Во Францию на чемпионат Европы по футболу приехало около 40 тысяч болельщиков из России. Среди них есть и северодвинцы. С ними нам удалось поговорить по скайпу. Лично у меня разочарование просто, очень сильное разочарование. В принципе, мы ожидали такого, но 3-0 это, я не знаю, это тяжело как бы очень воспринимать. Ну, я не знаю, как сказать. Это просто праздник какой-то, вы знаете. Там не важно, как кто играет, как бы, ну, конечно, для нас не важно уже. На самом деле встречаются друзья, встречаются люди из разных стран Европы, городов. Дело в том, что англичан через слово «фак, фак, 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 фак Раша», «фак Раша» и так далее. То есть такая политическая обстановка чувствуется, да? Да, ни за что не поверю, что вот так вот просто наши парни напали на болельщиков английских. Из всех команд, которые мы встречались, в лице оказались самыми доброжелательными. И мы вот, и абсолютно поддержки команды нету никакой. Все приехали просто, видимо, посидеть, посмотреть на то, как играет наша команда. Единственное, что с фан-секторами, ну, реальные заряды идут, реальные ребята болеют. То есть это ребята из ведущих клубов «ЦСКА», «Спартак», «Зенит». Вот, из их секторов заряды идут хорошо, все отлично. Соответственно, мы их тоже пытаемся поддерживать. А люди, которые сидят, приехали из той же Москвы, там, с Питера, просто сидят и смотрят. Не болеют вообще. Поэтому и у нас очень много чему поучиться у тех же англичан в плане боления и уволиться. На этом все. Вы смотрели «Вестник Северодвинска» сразу после выпуска. «Панорамы судостроя». Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте «Северодвинск.тв». Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. «Вестник Северодвинска» Хочешь защитить свою дачу от огня? Не разводи костры и не сжигай мусор вблизи строений. Проезд к дому должен быть свободен. Очищай территорию от сухой травы и мусора. Пользуйся исправными отопительными устройствами. Содержи электропроводку в порядке. И оставляй без присмотра работающие электроприборы. При возникновении пожара немерено сообщи пожарную службу по телефону 01 со стационарного 112-101 с мобильного. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. В среду 22 июня по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается. Ветер северо-западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба. Облачно, небольшой дождь. Температура ночью плюс 17, днем до 21 тепла. Субтитры подогнал «Симон»!